Девушки отдыхают Оператор Гарольд Венстром В ролях Бастер Киттон, Джимми Дюранте, Рут Селвин, Тельма Тодд, Гедда Хоппер, Уильям Поули, Сидни Толлер, Лоуренс Грант, Генри Арметто и Эдвард Брофи Университет Потса Основан в 1776 году нашей эры Дженкинс, а вы знаете, во сколько вернется профессор Пост? В любой момент, сэр Как поживаете, профессор Пост? Добрый вечер Утро День Да, да, я прочел ваш реферат об Аристотеле Вот теперь вопрос изучен полностью Профессор Пост, сегодня автогонки Можем мы... Мы продолжим завтра Спасибо, профессор Добрый вечер, профессор Добрый вечер, Дженкинс Все так рады этой автогонке Вы пойдете на нее, сэр? Нет, я лучше посижу и почитаю Аристотеля Вы понимаете, что я говорю вам неправду? Да, сэр Я не иду по той причине, что меня не пригласили Простите, сэр Ваше одиночество – это рана, которую вы наносите сами себе Постоянное одиночество порождает комплекс неполноценности Бедный профессор Фергюсон был таким же Он сидел наедине со своими нервами Он не спал ночами Я и сам плохо сплю У меня судороги Да, об этом мне говорил и профессор Фергюсон в этой самой комнате В ночь, когда он застрелился Застрелился? Да В этом самом кресле Я знаю, потому что помогал переложить его на кровати, на которой он и скончался Профессор, если бы вы познали жизнь, то вы бы нашли ее удивительной Дженкинс, я не раз говорил вам, что на это требуются деньги А я за 12 лет экономии собрал точно 4564 доллара и 23 цента Я приберег эти деньги на черный день Да, сэр, бедный профессор Фергюсон тоже так говорил И черный день наступил в день его похорон Я думал о том, чтобы обогатить свой опыт, но человек моего положения не может позволить себе поддаваться искушению Я бы хотел водиться с внешним миром и стать Наполеоном Да и ростом он был с меня Да, сэр Простите, сэр, но это письмо пришло утром Я был так занят с тем джентльменом, что забыл его подать Ничего Дженкинс, Дженкинс! Дженкинс, 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 подойдите, подойдите Что? Скажите, тут написано, что я унаследовал 7,5 тысяч долларов? Вы ошиблись, сэр Тут написано, что вы унаследовали 750 тысяч 750 тысяч Дайте мой чемодан Дайте мой чемодан Дайте чемодан Что вы собираетесь делать, сэр? Дайте чемодан Что я сделал с письмом? А где оно? Что я сделал с письмом? Оно у вас в руке, сэр Неважно, я сам с ним разберусь Дайте мне чемодан Вот, вот Что вы собираетесь делать, сэр? Скажите мне Поеду куда-нибудь. Не знаю еще куда, это я решу потом. 750 тысяч. Новые знакомства, новые страны. Я куплю себе друзей. Я сниму все деньги со счета. Да. Нельзя тащить кровать с собой, сэр. Театр «Ночные девы». Давай затаскивай уже этот ящик. Весь день поезд стоять не будет. Хватит ворчать, Рина. Ты не горденья. О, да. Неудивительно, что на этой шутке мы заработали вчера всего 42 доллара. Труппи нужен комедиант. Скажи, чего это ты взбеленился? Ты не слышал, как они аплодировали, когда я вышел? Они не хлопали, они убивали комаров. Да что ты говоришь? Мои хохмы – это золото, и зрители это признали. Не отрицай. Нет у тебя никаких хохм. Да? А как насчет этой? Парень заходит в секонд-хенд и говорит, и спрашивает владельца. Это магазин подержанных вещей? Мужчина отвечает «да», и парень просит «дайте мне подержать часы». Если это смешно, то я балерина. Да, а я макрель, без плавников. Я расскажу ее этому, с вытянутым лицом. Идем. Доброе утро, незнакомец. Доброе утро. Будем же знакомы. Меня зовут… Я расскажу вам свою новую шутку. Парень заходит в секонд-хенд и спрашивает, «Это магазин подержанных вещей?» Владельца отвечает «да». И парень просит «дайте мне подержать часы». Чем он их подержал? Это слишком тонкий юмор. Он до него мозгами не дошел. А вот эту ты обязательно оценишь. В Шотландии кинокритики считают, что доктор Джекил и мистер Хайт – это фильмы раздвоенного сеанса. Но у доктора Джекила было раздвоение личности. Этот парень совсем не вежа. Пойдем. Хочешь попробовать еще раз? Извините, ради бога, вы не ушиблись? Нет, нет. Я надеюсь. Все цело? Все в порядке. Я профессор Пост. В недавнем прошлом профессор университета имени Потца. Ух ты! Я впервые в жизни разговариваю с профессором. Вы актриса, да? Скорее, танцовщица. Какое совпадение? Я проводил крупные исследования по танцам Древней Греции. Как интересно. Пенси, пойдем. Ты опоздаешь на поезд Пенси? Я вам помогу. Нам помощь не нужна. Идем, Пенси. Давай, залезай. Залезай. Сейчас он мне все переведет. Ругаются на итальянском языке. Что случилось? Давайте я помогу. У меня не получилось. Посмотрим. Секунду. Теперь все. Садитесь и успокойтесь. Присмотри за ним. Пенси! Рино, как насчет Рамми? Окей. Тони, перекинемся в Рамми? Нет, Джейми, я тут весь в ребенке. Я тут весь в ребенке. Класс. Я должен позаботиться о ребенке. Я не прочь понянчить ребенка, если папа хочет присоединиться к игре. Профессор, держите его вот так. Дайте ему это. Спасибо. Что за удача. Что за удача. Эй, Джимми, играй честно. Играй честно. Профессор, Марио к вам прикипел. Вам нужно завести своих детей. Нет, я никогда отцом не был, но я знаю несколько фундаментальных вещей о них. Этот парень меня убивает, знает несколько фундаментальных вещей. Джимми, будь чуточку сдержаннее. Конечно, ты фундаментально права. Джимми, Джимми. Чемодан Тихо Леона Зандерса Поста. Остановите поезд. Остановите немедленно. Произошла ужасная ошибка. Вдруг это несчастный случай. Что такое, друг? Кто погиб? Вот. Они забыли погрузить его на поезд. Что? Вы остановили поезд из-за своего чемодана? Естественно. Залезайте обратно. Минутку. Нельзя так делать. Это незаконно. У этого парня есть право путешествовать с чемоданом. Почему вы не погрузили его? Я вообще не видел никакого чемодана. Вы зарапортовались. Что? Что он сказал? Вы зарапортовались. Слушайте, я едва толкую, о чем вы и этот бутуз тут говорите. Вы вынуждаете меня выступить с ответными мерами. Джеймс, подержите ребенка. Я даю вам минуту на извинение. Что? Профессор, не рвите на себе рубаху. У меня нет намерения делать это. Помоляю, вы и Ранда не выстоите против этого громилы. Что случилось, Маккензи? Почему стоит поезд? Из-за этого парня с чемоданом. Вы опаздываете на полчаса. Выезжай. Нельзя так делать. Это нарушение договора. На этом чемодане нет квитанции. И что? Этот парень платит хорошие деньги. И это не его ошибка, что такой простофели, как ты, забыл прикрепить на него квитанцию. Я повторяю еще раз. Я не видел этот чемодан. И любой, кто это опровергнет, солжет. Ну и что ты теперь скажешь? Мой кулак тебе ответит. Подержите ребенка. Слушайте, профессор, мой друг. Либо вы затащите чемодан, либо я сожму вас вот так же. Идите. Я сейчас взорвусь. Я уже закипаю. Минуточку. Я его проверю. Где ваша квитанция, профессор? Квитанция какая? Квитанция на чемодан. У меня ее нет. Вы уверены? Она должна быть. Покажите ему свой билет. Мой билет. В своем душевном воодушевлении я забыл его приобрести. Поехали, Маккаферти. Минуточку. Так нельзя. Это не конституционно. По конституции или нет, но поезд уходит. Побежали, профессор. Давайте, ну же, давайте. Вставайте. Поезд отправляется. Ну же. А где ребенок? Ребенок? Да, ребенок. Ребенок. Где он? Он у Джимми. Где ребенок? Проклятие, я его забыл. Что? Где ребенок? Где ребенок? Где он? Где ребенок? Кто держал ребенка? Ты? 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 Я. Если вы думаете, что мы вернемся за чемоданом, то вы сумасшедший. Плевать на чемодан, там ребенок. Ребенок? Кто ребенок? Чей? Ваш? Нет. Вот отец. Покажите ему свою квитанцию. Квитанцию? У меня нет квитанции. Нет. Нет квитанции. У меня нет квитанции. Грация. Грация. Быстро, быстро, садитесь на поезд. Вы думаете, что мы будем стоять тут целый день? Проходите на посадку. Скорее. Все на посадку. Залезай. Да что же с тобой такое? Бросай чемодан. Брось его. Доброе утро, Дженкинс. Доброе утро, доктор Болтон. Чем я вам могу помочь? Доктор Болтон, вы знаете о наследстве профессора? Знаете? Конечно. И я очень этому рад. А я очень расстроен, сэр. Почему? В чем дело? Доктор Болтон, я сделал ужасную вещь. Профессор Пост не наследовал 750 тысяч. Он ничего не унаследовал. Я написал это письмо. Дженкинс, зачем вы это сделали? Я думал, что этим помогу ему. Он очень одинок, нет друзей, нет компании. Я сделал это для его же собственного блага. Я очень тепло к нему отношусь. Он знает все на свете, кроме того, что такое жизнь. Я сделал ужасную вещь, сэр. Такую ли ужасную вещь вы сделали, Дженкинс? Я бы не беспокоился. Он спустит на ветер свои сбережения. Я об этом не подумал. Забудьте об этом, Дженкинс. Ничего серьезного случиться с таким консерватором, как профессор Пост, не может. Уверяю вас. Рыбий косяк Это мой автобус. До свидания, Джеймс. Пока, профессор. Надеюсь, мы еще встретимся. Удачи. Кидай чемоданы. Профессор, я не успела с вами попрощаться. До свидания, мисс Пенси. Надеюсь, в будущем нам выпадет шанс встретиться. Едва ли. И это самое ужасное в турне. Если я захочу встретиться с другом, и он обязательно напишет мне письмо, оно дойдет до меня через доску. Какую доску? Афишу в Цинциннате. Я это запомню. Всего вам, профессор. Не балуйте. Не балуйте. Назовите имя. Чье имя? Юная леди. Пенси. Пенси как? Пенси Питц. Питц. Пенси Питц. Петец. Питц. Петц. П older зай. Платежа. Продолжение следует... Автобус есть. Тут есть отель. Автобус подъезжает прямо к нему. Проблема в том, что сегодня он больше не пойдет. Далеко отсюда, до деревни? Километра три по прямой. Проблема в том, что... что прямого пути нет. Подвезете меня? Дурачило, штопанный! Запрыгивай! Километра три по прямой. Я перед ним. Как вы, профессор? Святые небеса! Как вы здесь оказались? Я допрыгал сюда на странном и удивительном транспорте. Да, от вас видите. Поговорим после шоу. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И вот идет самая красивая из них. А, Антонио! Ты меня дождался? А как же принц Эмилио? У меня на сердце легко. Я танцую. Что вы думаете? Что вы думаете? Отличная работа, Антонио. Ты признал это. Признал. А теперь едем в мой замок любви. Я буду любить тебя вечно. Субтитры создавал DimaTorzok Это успех. Это колоссально. Пойдемте за сцену и дадим им пинка для рывка. Дадим пинка? Почему? Мне показалось, что они отлично сыграли. Вы меня поражаете. Пойдемте, профессор. Вы это нечто. Проходите, профессор. Мисс Пенси, я не могу подобрать слов, чтобы выразить мое восхищение вашим танцем. Спасибо, профессор. Ваш танец был поэзией движения. Раньше мне так никогда не говорили. На самом деле, все выступление было не только приятным, но и поучительным. Я предсказываю вам большое будущее. Девочки, собирайтесь. Минуточку, постойте. Обожди, Джеймс. Никто не уйдет из оперного театра. Кто сказал? Шериф графства Линкольн. Инвентарь арестован. В счет долга на 250 долларов. Отель Гастингс. Вы готовы заплатить по счету? Видите ли, шеф. Когда я готов? Хватит. Пойдем, пойдем. Слезь с чемодана. Закон берет все в свои руки. Что случилось, мисс Пенси? Ничего, профессор. Правда. Но вы плачете. Это из-за этого неотесанного парня? Они собираются отнять у нас чемоданы и все остальное. Да, я печатаю инвентарь. Я печатаю дверь. Все вы. Отдайте ваши чемоданы. Одну минутку, одну минутку. У вас очень грубые манеры. И я волен заявить, что вы мне не нравитесь. Где печати? Здесь, сэр. Не надо, профессор. Утихомирьтесь. Вы не доберетесь до первой базы с Джоном Лоу. Я повторяю, он мне не нравится. Джеймс, заплатите ему и отошлите прочь. Да? Чем? Сегодня мы сделали только 28 долларов. Я одолжу вам денег. Вы шутите? Я выше этого. Я заплачу этому человеку. Одна, две, вот, 250. Надо же, спасибо, док. Пока, народ. Пойдем, Том. Пока, девочки. Профессор, это было очень благородно с вашей стороны. Все в порядке, Джеймс. А мне вот интересно, как мы доберемся до следующего города? Думаю, мы пойдем. Джеймс, если вам нужна помощь... Не делайте этого, профессор. Сберегите эти деньги у себя. В чем дело? Мне это все равно, но тебе должно быть стыдно обманывать незнакомца. Он мне не знакомец, он приятель. Он помог тебе выбраться из беды, а ты заставляешь его делать еще больше. Я его не заставлял. Нет? А как он вернет свои деньги? Я понял. Профессор, чтобы доказать вам, что мы в одной лодке, я дам вам возможность стать главным в шоу и руководителем. Но я ничего не знаю о шоу-бизнесе. А кто знает? Это делает его таким притягательным. В нем есть куча подводных камней. Я смогу обогатить свой опыт. Вы сами сказали, устроительство шоу – это самый богатый опыт из всех возможных. К сожалению, я собрался в Нью-Йорк. Мой чемодан едет туда. Я знаю решение. Я еду в Нью-Йорк и везу шоу с собой. Вы что, попробуете поставить это шоу на Бродвее? Почему нет? Это отличное шоу, и мне оно нравится. А есть откуда черпать? Бабки у вас есть? Что? Гельды, то есть капуста. Вы знаете, что такое капуста? Да. Капуста – это овощ, который выращивают на грядках. Слушайте, у вас есть мошна? Копье, зелень, деревянные. Ну, что-нибудь. Объясните мне, что он пытается сказать. Он спрашивает, хватит ли у вас денег. Я не знаю. У меня всего 750 тысяч. 750 штук? Штук? Чего? Не начинайте сначала. Мы сядем на первый поезд завтрашним утром. Кимми! Эй, ты, не меняй коней на переправе. Ты взял на себя ответственность. Это же Нью-Йорк. Какой город этот Нью-Йорк, Бродвей? Что за улица? Я так долго ждал шанса, чтобы утереть нос бродвейским задовакам. И теперь я в деле. Я прекрасно знаю, что справлюсь и без Бродвея. Но справится ли Бродвей без меня? ТИЗЭД ПОСТ ТИЗЭД ПОСТ Театральный антрепренер Не может быть, чтобы я не прожил без Бродвея. Но сможет ли Бродвей прожить без меня? Извините, но я не думаю. А я спешу предложить вам. Привет всем. Джеймс, мы ждали вас. Мистер Рейберн видел ваше выступление. Я видел ваше шоу, но не выступление. Что это значит? Он шутит. Я не шучу. Профессор, на Бродвее играется много чепухи, но он никогда не переварит такую чушь, как эта. Я не понимаю. Надо полагать. Я постараюсь выразиться как можно понятнее. За 30 лет работы режиссером шоу я не видел подобной дряни. Ни разу. Я все равно стану знаменитым. Станешь. После того, как я собьюсь тебя с песни, отполирую. А я нахожу Джеймса невероятно смешным. Скажи, что я уморил всех в Клей-центре. Скорее всего, в Нью-Йорке вас освистают. Вы нарываетесь? Постойте, погодите. Я хочу заняться вашим шоу, но его придется делать с самого начала. Мы начнем с него. Мы должны строить, строить и строить, пока в этом шоу не появится хоть толика смысла. Что насчет комедии? Мы можем поставить что-нибудь из греков? Каких греков? Аристотель очень смешной. Никогда не видел его пьес. Но в Нью-Йорке миллион греков. Можно взять что-нибудь из них. О чем вы говорите? Профессор хочет взять что-нибудь из греков. Я считаю, что это потрясающая идея. Есть же китайцы, гавайцы. Почему не греки? Почему не греки? Ладно, ладно. И еще кое-что. Мисс Питц, боюсь, что Бродвей не готов к встрече с вами. Это значит, что это я не готова к встрече с Бродвеем. Боюсь, что вы не сможете. Не сможет что? Она не сможет выступить в этом шоу. Во-первых, стиль ее танцев идет вразрез с его шутками. Мисс Питц танцует невероятно хорошо. Извините, но зрители так не думают. Он прав, профессор. Все в порядке. Я выхожу из игры. Вот это дело. Это не дело. Мисс Пенси, я настаиваю, чтобы вы остались с нами. Именно ваше выступление убедило меня оказать вашей компании финансовую помощь. Вы будете танцевать, как и раньше. Вот оно в чем дело. Почему же вы сразу не сказали? Все в порядке, профессор. Я вас понял, понял. Я согласен. Все в порядке. Он имел в виду... Да, по старой греческой традиции. Мистер Рэйберн. Джимми, подожди. Джимми, тебе не кажется, что мы должны все бросить? Что все? Это шоу. Мы не очень хорошо подготовлены для Бродвей. Не смеши меня. Все когда-то начинают. Это наш шанс. Да, но это не честно распоряжаться деньгами профессора. Это его шанс, не наш. Да он ловит от этого кайф. Ему весело. Возможно, он потеряет тысяч шестьдесят. Но их у него семьсот пятьдесят. Мисс Питтс, мистер Рэйберн хочет встретиться с вами в зале для репетиций. Я его просветил по вашему вопросу, и теперь он понял, в чем прелесть вашего танца. Профессор, вы... Очень милый. О чем это оно? Это что-то касается вас, профессор. Напрямую касается вас. Где парень, который начал весь этот кавардак? Кто его спрашивает? Элеонор Эспер, девушка с характером. Мисс Элеонор и ее характер. Пригласите обоих. Врубаешься. Первоклассная красотка. Правда ли, что за этим шоу стоит миллион долларов? Неправда. Я так и думала. Обычные сплетни. Всего семьсот пятьдесят тысяч. Профессор, извините, что обременяю вас вопросами, но... ...молодой девушке необходимо знать, с кем ей придется вести бизнес. Можете быть спокойны. В каком бродвейском шоу вы выступали в прошлом сезоне? Санрайз Супер Клуб. Я поставила его на ноги, сделала его самым популярным местом в Нью-Йорке. А когда я впервые пришла туда, там шел мюзикл «Говори попроще». Попроще? Да, «Говори попроще». Попроще. Вы только что неосознанно употребили неверный оборот. Вы должны заменить его общеупотребительной формой «Говори проще». «Говори проще»? «Говори проще». Вот оно. Вот оно. Вот оно. Вы что-то придумали? Яблочко. Название нашего шоу. «Говори проще». Здорово. Что значит «здорово»? Это «идеально». «Говори проще». Профессор, займемся, наконец, мной. У меня есть все. Есть все? У меня есть медали, которые я получила в пансионе за участие в театральном кружке. В какой пансион вы ходили? Нотр-Дам. Нотр-Дам разве не пансион совместного обучения? Я была очень молода. Знаете, я могу не только выступать, но и носить их. Носить их? Да. Я говорю о колготках. У меня есть ноги. Я догадываюсь, что так оно и есть. Не надо гадать. Лучше посмотрите. Подписывайте контракт, профессор. Нельзя, чтобы она ушла от нас. Профессор, она великолепна. Я вам говорю, и вы увидите. Ну? Давайте, давайте. Пошли, девочки, давайте. Ребята, не отставайте. Двигайте ногами. У вас что, ревматизм? Да что с вами такое? Улыбайтесь. Не забывайте улыбаться. Пошли назад, назад. Пошли назад. Что за день? Что за день? Как старые? Забудь об этом. Это не так важно. Что у нас с музыкой для следующего номера? Следующего номера? Я написал это утром. Послушай эту мелодию. Ты им написал это утром? Да. Они ее запомнят? Да. Я уже ее помню. Они будут выходить из театра, насвистывая этот мотив. Они будут заходить в театр, насвистывая его. Оно напоминает, они танцуют под дождем. Нет, это другое. Ну, профессор, как вам? Песня очень хорошая, а вот танец – анахронизм. Что? Жесты и движения не такие, как в Ранней Греции. Нет. Я покажу вам танец, как его исполняют в Афинах. Дамы. Повторяйте за мной. Вот оно. Вот оно. Вот оно. Вы что-то придумали? Что-то придумал? Еще бы. Мотив. Мелодию. Профессор. Профессор, вы гений. Вы меня вдохновляете. Этот мотив идет из моего сердца. Послушайте. Это невозможно. Почему? Это старушка Сюзанна. После того, как мы закончим, она помолодеет. Это плагиат. Нет. Это «Говори проще». За главная тема нашего шоу. Минуточку, минуточку. Мне кажется, я знаю, чего хочет профессор. Что-то вроде того. Да, похоже. Только бедрами должен быть больше мах. Вот так. Вот так. Да, так хорошо. Но было бы гораздо эффективнее, танцуя вы галышом. Профессор, профессор, так не пойдет никакого обнажения. Но, Джеймс, так танцевали в Афинах. Да, в Афинах им могло сойти это с рук, а тут ученый город. Профессор, я могу станцевать вам этот танец. И у меня костюм есть. Украшения тут, бусы там. Вот в моей гримёрке. Пойдемте, я покажу вам. Милый, это потрясающая вещь. Но мне практически ничего не будет. Просто паритесь в ног и ряд бусин. Профессор, сюда. Я давно хотела поговорить с вами. Мы должны встретиться в более уютном месте и обсудить пару вещей с глазу на глаз. Я знаю одно такое место. Мой кабинет. Тимми, не говорите ерунды. Я подумала, что дам вам ключи от своей квартиры. Если вы будете в настроении, то приходите ко мне, и мы выпьем по чашечке кофе. Как вы к этому относитесь? Очень хорошо. Если в этом будет надобность, я выпью чаю. Конечно, я не смогу платить ренту сразу, пока не начнётся шоу. Но если бы я послала вам чек, вы бы позаботились об этом, да, Тимми? Так, принято. Так, всё, приготовиться. Трио. О, Тимми. О, Тимми. О, Тимми. Ха-ха-ха. А-а-а! Профессор! Добрый вечер! Что вы делали там с этой женщиной из Пер? У нас была бизнес-конференция. Касаемо ее квартиры. Она попросила вас оплачивать ренту? Да. Я не подумал об этом. Я не знал, что это обычное дело. Профессор, зайдем внутрь на минутку. Я хочу с вами поговорить. Она поцеловала вас, да? О, да. Знаете, она очень благодарная барышня. А вы ей ответили? Ответил ей. Вы понимаете, о чем я говорю. Вы поцеловали ее в ответ? Нет, она добыла. Нет, не берите в голову. А что еще она сделала? Она, щедрая душа, дала мне ключ от своей квартиры. Правда? Я не ожидал, что встречу такое гостеприимство в таком большом городе. Профессор, вы понимаете, чего она добивается? Да, да, она мне сказала. Я могу прийти к ней в любое время, чтобы выпить чашечку чая. Я скажу вам, что нужно делать, Тим Зи. В любое время, когда вы захотите попить чаю, приходите ко мне. Вообще-то я предпочитаю какао. Входите, Тимми. Чувствуйте себя как дома. Мари! 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 Дорогой мой, с этими слугами нет никакого сносу. Вы не против, если я сама это сделаю? Нет. Проходите, Тимми, проходите. Я возьму вашу шляпу и зонт. Пальто. Вот так. Присаживайтесь. Так. Пока мы ждем моего брата, мы с вами поговорим. Это будет разговор двух умных людей, потому что у меня появилась идея. Да? Да. Я могу быть интересной такому человеку, как вы. Скажите, Тимми, вы когда-нибудь серьезно думали о браке? Да. Именно поэтому я холост. Давайте-ка немного с вами выпьем. Спасибо. Я не пью. Я знаю, но немного Тома Коллинза вам не повредит. Что лежит в основе этого Тома Коллинза? Это что-то вроде лимонада, только из лайма, парочки одних ингредиентов, парочки других и фруктовой составляющей. Очень мило. Что-то мне стало жарко. Тимми, это то, что вам нужно, жар. А теперь, Тимми, я переоденусь во что-нибудь более удобное и скоро вернусь. Нет, нет, нет. Останьтесь здесь. Я ненадолго. Я скоро. Топор Thoughts. Еще раз. Милой? Помог, черезана... Одно. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...